Дорогие друзья, всем привет! Сегодня, как и обещала, хочу с вами поделиться очень интересным рецептом. Со мной этим рецептом поделилась Эля. Вы видели недавно видео с Элей, где она похудела на 60 кг. Но самое главное, что когда я начала читать рецепт и видеть ингредиенты, сказать, что он меня заинтересовал, это вообще ничего не сказать. Первое, почему? Многие ингредиенты для меня были новые. Это такие, как семена черного тмина, масло черного тмина, перга. Я про нее раньше слышала, но никогда раньше не употребляла. И вот где-то на подсознании мне просто захотелось приготовить этот рецепт. Я начала изучать свойства черного тмина, масло черного тмина, перги. И вот верите, вот тут же все заказала, дождалась, когда нам Андрей, брат, пришлет прополис, пришлет пергу. В общем, сейчас, как и обещала, делюсь с вами этим, на мой взгляд, очень интересным рецептом для повышения иммунитета. Для нас это сейчас очень актуальная тема, так как мы переболели коронавирусом. Андрей переболел в очень тяжелой форме, он столкнулся с татокиновым штормом. И врачи ему понижали иммунитет, ну, чтобы победить это заболевание. В общем, сейчас для нас это очень актуально. В общем, я делюсь этим рецептом с вами. В общем, для этого нам понадобится 4 лимона, 1 килограмм меда. Нам очень повезло у нас, высокоцелебный мед с высокой диастазой. Это меня очень радует. Полкилограмма перги. Перга свежая, только достали. Семена черного тмина. Пожалуйста, не путайте с тмином, тем, который мы знаем и используем в специях. Это совершенно другое растение. И когда я изучала и читала статьи, смотрела видео про черный тмин, масло черного тмина, именно его очень используют на Востоке и, как говорят, излечивает от всех болезней, кроме смерти. Так и говорят. Значит, у меня здесь будет в рецепте 200 грамм оливкового масла. Я выбрала хорошее оливковое масло. Постарайтесь подойти к выбору ингредиентов с ответственностью, скажем так. И сыродавленное у меня масло черного тмина. Так, не помню, сказала, не сказала. Прополиса 50 грамм. Количество ингредиентов я укажу в описании, поэтому, если вас заинтересует действительно этот рецепт, переходите и смотрите. И перед тем, как я начну делать этот рецепт, мне будет интересно вообще ваше мнение, что вы по этому поводу думаете, по поводу этих ингредиентов. И было бы здорово, если бы вы в комментариях поделились своим каким-то проверенным рецептом для повышения иммунитета на основе меда, перги, прополиса, ну и, возможно, еще каких-то других ингредиентов. Все, приступаем. Так, в общем, первым делом семена черного тмина нужно измельчить. Я буду измельчать в кофемолке. Вы можете, может быть, у вас есть какой-то измельчитель, можете измельчать в нем. В общем, первый этап. Измельчаем семена тмина. Все, смотрите, вот я измельчила. Вот так вот это выглядит в измельченном виде. Вот, сейчас полкило, мне нужно измельчить. Знаете что, сейчас я запах очень-очень интересный раскрылся, потому что именно вот так семена вообще не пахнут. Хм, а в измельченном виде, то есть измельчать, я думаю, обязательно. Классно, прям здорово. 500 грамм черного тмина измельчила. Наша старушка справилась с этой задачей очень хорошо. Да, действительно, запах очень интересный. Тмин, именно запах тмина очень раскрылся. Я вам рекомендую почитать, что такое черный тмин, масло черного тмина, потому что здесь просто можно минут 10 только про это рассказывать, перечислять, как он хорошо влияет на женский организм, на мужской организм. В общем, это действительно очень интересный продукт, который заслуживает наше с вами внимание. Следующий этап, наверное, что я начну делать. Я предварительно прополис я заморозила, то есть положила его в морозилку. Сейчас мне его нужно натереть на терке. Не знаю, на какой буду натирать. Сейчас буду пробовать. Вообще, вы знаете, когда я, еще раз говорю, смотрела этот рецепт, мне очень понравилось то, что именно прополис, потому что, ну, как-то всегда думаешь, прополис, он такой полезный, он и от того, и от сего. Но всегда это в основном как-то в настойках, то есть на водных настойках, на спиртовых. Ну, мне понравилось, что именно в живом виде этот чудо-продукт будет присутствовать здесь. Мне это прям вот, мне вот прям это очень понравилось. Андрей, понюхай. Это просто, это чудо. Запах. Ой, да, классный. Класс такой какой-то волшебный такой. Такой тонкий. Вообще класс. Вот так вот измельчила я прополис. Прополис должен быть замороженный. Тогда будет легко натираться на терке и не будет прилипать. Следующий ингредиент это перган. Друзья, на самом деле я много раз слышала, что это такое, но никогда сама как-то не употребляла. Вы, дорогие подписчики, как раз и спросили, Алена, есть ли в наличии перга? Я такая, перга туда-сюда. Начала опять смотреть в интернете. Друзья, боже, какой же это полезный продукт. Это пыльца, которая собрана с разных растений. Она закладывается в соты, ферментируется пчелами, и потом уже заливается медом. То есть это еда для маленьких малышей. То есть это белковая еда, очень полезная. Я вам очень рекомендую почитать, что такое перга, для чего она. Поверьте, это очень полезно. Очень. Я уже ощутила на себе чудо действия перги. Так, пергу я буду измельчать на мясорубке. По большому счету можно ее и целиком отправить, но я хочу, чтобы такая была более консистенция этого блюда. Все, перемалываем пергу. Перги 500 грамм. Пергу перекрутила. Следующий этап – это у нас лимоны. Лимоны тоже перекручиваем через мясорубку. Сейчас попки отрежем. Перекручиваем с кожурой. Единственное, что, ну, посмотрите на наличие семечек. Кстати говоря, мне повезло. Практически, смотри, все чистенько у нас. Даже если что-то попадет. Ой. Слушайте, как все пахнет. Осень. Осень. Осень дает нам продукты, которыми мы можем запастись и, как говорится, зиму перезимовать. Я подготавливаю лимоны. Лимоны у меня 4 штуки. О, этот вот уже не такой красивый, костлявый. Малчик. Малчик. Лимоны я подготовила. Пропускаю через мясорубку. Лимон перекрутили. Нужно добавить килограмм меда. Сейчас я поставлю на весы, обнулюсь и налью. Опа. Мы с вами уже почти на финишной прямой. Добавляем 200 миллилитров масла черного тмина. Друзья, на самом деле масло бывает разное. Я читала, что индийское, египетское, эфиопское. В общем, самое лучшее говорят эфиопское. Но я взяла российское. Сыродавленное. Я попробовала ароматное. По срокам тоже выжато в середине сентября. То есть прям свежая выжимка. Так что, в принципе, я довольна. Мне сравнивать не с чем. Я довольна вкусом этого масла. Ну, вы можете взять любое. Я заказывала через интернет. Самое главное, чтобы это было стопроцентное масло. Не смешано с подсолнечным и так далее и тому подобное. В общем, добавляем сюда 200 грамм. Слушайте, у меня посуда чувствуется маленькая. Больше у меня нету. В общем, берите большой тазик. Потому что, видите, получается очень много. И у меня оливковое масло. Я взяла греческое масло. Я считаю, что нужно подойти к выбору масла. Очень здесь уже внимательно купить хорошее масло. Вот. Я взяла греческое. То, которое разливалось именно там. Потому что продукты здесь все недешевые. И испортить нам оливковым маслом это все будет очень необидно. 200 миллилитров. Мне все хочется понюхать. Все так вкусно пахнет. Все. Добавляем. Теперь главная задача все это перемешать. Ненормально все. Емкость у меня вполне. Примешивается несложно. Эх, приворотное зелье. Но чувствую, чувствую. Подсознательно чувствую, что полезно. Перемешивается смесь очень легко. Никаких трудностей. Все легко. Главное перемешать, чтобы все ингредиенты поженились. Ох, запахи стоят сейчас. Очень приятные. Очень. Мне нравится. Переливаю все в баночки. Я перелила в баночки. У меня получилось. Это полуторалитровые баночки. Полные полтора литра. И здесь неполная баночка. Такого приятно черно-зеленого цвета получилась масса. Масса. Ну, мы здесь понимаем, да, что черный тмин. Он, конечно, какого нам еще здесь цвета ждать. Вот так вот это все выглядит. Ну что, регустируем. Ну что, регустируем. Как это оно? Чудо чудесное. Работает или нет? Ну, конечно, это нужно время. Вообще, правильно принимать натощак. Можно по чайной ложке, можно по столовой ложке. Вы посмотрите, да, можно начать с чайной ложки. Два раза в день. Утром натощак за 30-40 минут до еды. И в обед тоже за 30-40. Можете за час. Первый такой даже приятный привкус. Но когда ты уже практически все разжевал, появляется такая небольшая горечь от масла. Очень все это чувствуется, так сказать, у прополи. Здесь вот прям очень такой букет сильнейших вкусов. Не противно, не противно. Но такая небольшая горечь. Послевкусие. Такой прям смолистый какие-то. Вот что-то вот и лимончик даже немножко прочувствуется. Но очень интересный вкус. Но самое главное, это, конечно, здесь дело не во вкусе. А именно получить пользу с этого. Мы будем пробовать. Периодически во влогах я вам буду рассказывать, как оно работает вообще и работает ли. Но рецепт мне действительно показался очень интересным. И мне его захотелось приготовить и с вами поделиться. Так что, дорогие друзья, вы тоже делитесь. Я еще раз повторяю, делитесь своими интересными рецептами, опробованными. Те рецепты, которые хорошо повышают иммунитет в осеннее время. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. И всем пока-пока. И до новых встреч на канале Андрей Солен. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok